Всем привет! Совсем недавно мы наткнулись на историю, которая в принципе могла быть правдой в давние советские времена. С вами канал Справочное бюро предпринимателя. Сейчас все расскажем. Советские конструкторы испытывали новый суперсовременный истребитель. В процессе испытаний самолет разбился. Аварийная комиссия тщательно изучила обломки и быстро нашла причину. Оказалось, что в полете расплавился припой, соединявший вместе два контакта довольно-таки большой площади. Но по всем расчетам выходило, что этого ну никак не могло случиться. В самолете просто нет достаточно больших токов, которые могли бы нагреть деталь до такой температуры, чтобы припой расплавился. А все узлы перед сборкой, соответственно, проходили самую тщательную проверку. Так что брак был исключен. И вот неделю за неделей комиссия ломала головы, пытаясь понять, что же все-таки произошло и почему. Но однажды к ним заглянул один очень умный человек. Послушав очередное бесплодное обсуждение, он предложил неожиданный подход. А представьте себе, сказал он, что вы все вражеские шпионы. И ваша задача придумать диверсию, акт саботажа. И сделать так, чтобы этот узел прошел все проверки, а в полете распаялся и развалился на части. И тут почти сразу осенило одного инженера. Инженер подошел и сказал, ну если так, то я бы, наверное, эти большие контакты аккуратно спаял бы только по периметру. Тонким узким слоем припоя. С виду все было бы прекрасно. Проверку такой узел прошел бы без проблем. А в полете, где токи немного больше, узкая полоска припоя разогрелась бы и расплавилась. И тут подходит другой инженер и говорит, а у нас тут пару месяцев назад внедрили рациональное предложение по экономии серебряного припоя. Так что мы уже два месяца именно так все и паяем. В итоге проблема была решена. А вот что стало с незадачливыми рационализаторами, об этом история умалчивает. А теперь мораль. В жизни иногда встречаются задачи, которые ну никак не решаются с наскока. Все стандартные решения не подходят. И предприниматель ходит и ходит по кругу. Как сделать то, чего сделать ну никак нельзя? Чаще всего через какое-то время такую задачку бросают, ссылаясь на то, что она не решается и начинают заниматься чем-то другим. Но не торопитесь отчаиваться. Есть несколько интересных способов, иначе называемых мыслительными техниками. Суть их в том, что они позволяют отойти от мешающих стереотипов. И помогают посмотреть на задачу по-другому, с неожиданного ракурса. И очень часто это помогает найти решение. В этом рассказе про самолет умный советчик предложил комиссии одновременно использовать две такие мыслительные техники. Первая называется обратная установка. Сформулируйте и решите обратную задачу. И очень часто ее решение подскажет, как решить и исходную, которая казалась неразрешимой. То есть, если не знаете, как починить, подумайте, как сломать. Если не видите способа, как увеличить, придумайте, как уменьшить. Ломаете, например, голову, как привлечь внимание покупателей. Вообразите, что могло бы их навсегда отвратить от вашего продукта. И не ленитесь. Придумывайте побольше решений обратной задачи. А потом посмотрите на них внимательно. И очень может быть, что одно из них подскажет новую и свежую идею. В описанном примере использовалась и другая эффективная мыслительная техника. Она называется смена идентификации. Не знаете, как поступить? Представьте на своем месте совсем-совсем другого человека. С другой культурой, с другим образом мышления, с другим жизненным опытом. И подумайте, как бы эту задачу решил он. Ломаете голову, как сократить затраты? А как бы поступила на вашем месте шестилетняя девочка? Или древний китайский император? Или Генри Форд? Или Далай-Лама? Поверьте, это не так уж смешно, как кажется. Очень многие задачи с комдачка не решаются. Не потому, что у них нет решения. А потому, что все мы, как правило, находимся в плену стереотипов и стандартных подходов. Которые мы наработали за годы своей деятельности. И стоит появиться чему-то не совсем обычному. Обленившийся и привыкший к стандартным схемам мозг начинает буксовать. На самом деле, это проблема всех умных людей с большим опытом и багажом знаний. По-настоящему интенсивно думать им приходится очень редко. Ведь в 99% случаях решение очевидно. Похожие задачки уже успешно решались ими многие десятки или даже сотни раз. И люди потихоньку отвыкают думать. Перестают генерировать новые, неожиданные и нестандартные решения. И в итоге опыт заменяет нам разум. Попробуйте на досуге вспомнить какую-нибудь задачку, с решением которой вы не справились. И примените к ней описанные ранее в этом ролике мыслительные техники. Очень может быть, что решение найдется. И оно будет особенно ценным потому, что ваши конкуренты скорее всего до него не додумаются. А значит у вас появится преимущество. Ну а как его использовать вы и сами догадаетесь. Тут уже как раз ваш опыт вам сразу все подскажет. На сегодня все. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал, справочное бюро предпринимателя. А также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезной информации. Увидимся.